Какие выставки, спектакли и концерты нельзя пропустить, узнаем у директора информационно-аналитического центра культуры и искусства Ирины Грязновой. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Доброе утро. Мы знаем, что вы готовите совместный проект с сотрудниками Эрмитажа на территории Тюменских музеев. Значит ли это, что нас ждут новые выставки? Ну, наш проект направлен немножко в этот раз не на содержание выставочных экспозиций, а как раз на исследование музейной коммуникации. Что это, другими словами, если говорить, насколько у нас гость, который приходит в музей, может познакомиться с экспонатами, размещенными в музее. Насколько ему это комфортно делать, насколько ему это приятно. И в целом, насколько у нас гость уходит из музея с чувством выполненного долга перед своими же ощущениями, которые у него были до прихода в музей. А вот изучение гостя в музейной деятельности, то есть уход от основной функции сохранения музейных фондов, вот этим мы хотим заняться. И как раз у нас есть что показать. У нас скоро будет открыт новый музей. А вот как раз ориентацию на гостей, это очень важно. Эрмитаж этим занимается порядка пяти лет. И есть свои, так скажем, новые пункты, горизонты, которые им были покорены, именно в рамках, так скажем, гостеприимства на территории музейных комплексов. Но вот о том, что новое откроется, это, безусловно, круто, это достойно. А вот то, что сегодня уже есть, какие учреждения у нас жители чаще всего посещают? Хороший вопрос. Мы как раз недавно провели статистику за 16-й год. И, честно говоря, были поражены. Во-первых, тот факт, что у нас, в принципе, увеличился процент тех, кто ходит и посещает учреждения культуры на 10% по сравнению с прошлым годом, это говорит о том, что нам никакой кризис не страшен. И если мы хотим получить благая культура, то мы их получаем. Мы составили рейтинг, рейтинг из пяти мест. Первое место у нас занял музейный комплекс в Тюмени. Второе место, вы не поверите, но это у нас областная научная библиотека, которая находится в Тюмени. Это удивительно. Да. И здесь, что повлияло именно на такие рекорды, это то, что было проведено очень большое количество мероприятий на территории библиотеки. То есть не только начали отдавать книгу, давать, читать и так далее, но еще и разнообразили свою деятельность организацией мероприятий для семей. Потом Библия-ночь, которую вы прекрасно знаете. Посещений было действительно очень много, и с каждым годом они также возрастают. И что интересно отметить, третье место, это у нас опять музей, музейный комплекс, который находится в Тобольске. Четвертое место, это драматический театр, который находится в Тюмени. И пятое место, театр кукол. То есть дети у нас, конечно же, ходят, интересуются даже, несмотря что были введены определенные нормы, ограничивающие перевозку детей и в Тюмени, и в целом Российской Федерации. Но, тем не менее, показатели хорошие. В прошлом году была озвучена идея создать в Тюменской области единое музейное пространство. Что это будет, в чем суть проекта? Суть в том, чтобы создать действительно единую площадку, где музеи могут развиваться одновременно, своевременно, и продвижением заниматься также на одном уровне в рамках всей области. Плюс это совместные проекты, это обязательно одна из приоритетных задач у нас, разработка тур-кластера. Именно на базе музейных комплексов это Тюмень, Елуторовск, Тобольск и Ишим. Хоть это и муниципальный музей, но, тем не менее, это локация, которая имеет огромный интерес для туристов, для гостей, которые приезжают, поэтому это будет интересно. И в рамках как раз вот этого объединения у нас будет действовать еще и музейный информационный центр, который будет взаимодействовать между музеями, он будет продвигать их, он будет взаимодействовать и с тороператорами, и с экскурсионными агентствами, которые работают в Тюменской области, и создавать новые продукты. В прошлом году мы приглашали горожан активно участвовать в фотоконкурсе «Ваш год культуры-2016». Сколько участников заявилось и где можно голосовать? К сожалению, но голосовать больше у нас нельзя. Голосование мы приостановили в ту пятницу, и поэтому уже теперь можно только ожидать результатов. Но заявок сколько было? Заявок было очень много. Я скажу, что первые, кто у нас сейчас лидирующие позиции занимает, порядка двух тысяч голосов. Причем, что важно отметить, борьба была очень такая напряженная, и даже были в момент, когда накручивали голоса, поэтому с нашей стороны были дополнительные меры применены, и мы отсекали голоса, которые, например, с одного ID-адреса, с одного компьютера были сделаны. И представьте, две тысячи голосов с разных компьютеров получили. В основном, конечно, это номинация «Дети в культуре». Она у нас получила такое... Голосование за репетит. Родители бьются. Родители, да, действительно, не на жизнь, а на смерть, можно сказать. Поэтому я думаю, что по этой номинации мы, наверное, даже расширим спектр призов, чтобы наше маленькое поколение... Все родители, да, уже успокоились. Даже не знаю, маленькое поколение или родители, но тем не менее, чтобы в семье было все спокойно и в порядке. Когда итоги подведете? Мы хотим подвести итоги в рамках празднования как раз Дня культуры, который у нас будет на следующей неделе, поэтому ждать совсем недолго. Спасибо огромное за встречу и ждем вас снова в гости. До свидания. До свидания. До свидания.